Приветствую вас, Анастасия. Давайте разберём ваш вопрос. По мой взгляд, всё не так. Просто в данном случае, как, по моему мнению, представляют себе коллеги. Я, вот, тут почитал, как бы, ответы коллег. Смотрите. С одной стороны, конечно, да. Ваш день рождения просит по-другому прийти. Кого-то из гостей к вам на день рождения. Вот, вы отказываетесь. Подруга всё равно приглашает. Вот. Несмотря ни на что. И, понятно, что вам это не нравится. Ну, было бы странно, если бы, если бы нравилось. Да? Давайте, вот, как-то, ну, своими именами называть ситуацию. Но! Есть несколько Несколько моментов. А именно. Первое. А почему-то вы не любите девушку своего брата. Это ваши личные проблемы. Второе. Вы И, может быть, стесняетесь приглашать людей, которых вы не знаете, на сроке нарождений. Конечно, это ваше полное право выбирать, кого приглашать. Но, на мой взгляд, тут тоже нужно подумать о том, чтобы, может быть, менее двигаться в сторону стеснений. Во-вторых, это просто вам такой вот фонарик. Я не говорю, что вы должны приглашать тех людей, которых вы не знаете, к себе на день рождения. Следующий важный момент. Подруга. Вы говорите, что по отношению к другим своим друзьям подруга поступала в таксе. Вы это знали. Вы, ну, в курсе были этого. И, соответственно, несмотря ни на что, вы, поправьте меня, если я не прав, вы принимали ее. Вы страны с ней находились в отношениях. Ну, это вопрос к вам. На что вы рассчитывали? На что вы рассчитывали? На что вы ожидали? Почему? Эээ, считали. Что? Подруга. К вам. Именно к вам. Будет относиться. Иначе. Опять же, наверное, у этого есть какие-то причины. И вот, собственно, нужно разобраться с тем, как это все вы и все относится друг к другу. Потому что, да, подруга поступила не очень хорошо. Но это и так понятно. То, что подруга поступила не очень хорошо, это и так очевидно. А вот то, что вы ее принимали, зная, что она вот может вести себя так. Ну, это же ваш выбор. И можно ли предъявлять претензии подруге за то, что она, по факту, не изменяет себе, по факту продвигает свою модель поведения, если с ней общается, если ей позволяют так себя вести. Почему бы и нет? То есть, в этой ситуации, в этой ситуации, вы говорите о том, как сделать так, чтобы, там, например, она, грубо говоря, не села вам на шею, как так сделать. Но, мало просто делать что-то, чтобы человек не сел вам на шею. Нужно не просто что-то делать. Я бы сказал, что имело бы смысл поменять отношение к себе в первую очередь. И, возможно, тогда ситуация будет несколько лучше. У вашей подруги могут быть такие, вот, своеобразные ценности. Такие, вот, своеобразные представления, хорошо это или плохо, оценивать, наверное, смысла никакого не имеют. Повторюсь, если вы пускаете, или если вы выбираете взаимодействовать с человеком определенного склада, ну, определенных ценностей, вот, то, мягко говоря, не совсем корректно, наверное, от этого человека ждать, действий соответствующих тому, чего хотите вы. Ну, вот, к примеру. Есть человек, который известен тем, что он дебоширует, например. Ну, просто вот, дебоширует человек. Хорошо это или плохо, мы сейчас говорить не будем. Человек просто дебоширует. Просто человек дебоширует. Вы приглашаете его к себе, например. Он у вас дебоширует, а потом вы предъявляете ему претензии за это, за то, что он дебоширует. Ну, мягко говоря, мягко говоря. Это странно. Вот. Здесь, вот здесь, лично, для меня, ситуация выглядит, примерно, такой же. Не подумайте, пожалуйста, про меня, чего-то плохого, что я оправдываю ее или что-то в этом роде нет. Вы правы. Я не на вашей стороне, но я и не на стороне подруги. Я на стороне того, что можно назвать объективностью. С началашкой, конечно. Но, но, стараться, по крайней мере, стараться, по крайней мере. Поэтому мне бы хотелось, чтобы ситуация воспринималась бы максимально адекватно. Насколько это, ну, насколько это возможно. Я надеюсь, что свою мысль до вас я смог донести более-менее понятно, чтобы избежать какого-то вот негатива, чтобы избежать какого-то недопонимания. вот я надеюсь, что вы постараетесь понять. На этом все. Я надеюсь, что мой ответ был вам полезен. Я желаю вам всего самого доброго, удачи, и надеюсь, что ситуация ваша будет разрешена. удачи вам. Повторюсь, к тому, что произошло, провела ваша стратегия поведения. И так просто ее вы не поменяете. Удачи вам! удачи! 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 Удачи!